Всем привет! Ракетная или реактивная печь это инновационная по конструкции печь. Используется для обогрева помещений, а в упрощенном варианте в туризме для приготовления пищи. Высокая эффективность достигается конструктивными решениями, которые позволяют добиться высокотемпературного горения, обеспечивающего полное сгорание топлива и горющих газов, образующихся при пиролизе. Чудеса! Реальные кадры демонстрации работы моей самодельной ракетной печи аксакалом рыбацкого дела на прохладной осенней рыбалке. Загрузил пару щепок, поджог, очень быстро печь выходит на рабочий режим, появляется приятный звук, напоминающий тихий шелест, пламя на выходе днем становится практически незаметным. Проходят считанные минуты и кипяток получен. Теперь употребление крепких напитков можно чередовать с употреблением горячего крепкого чая, что на боевом духе рыбаков сказывается однозначно в лучшую сторону. Многодневная рыбалка. Запасы пойманной рыбы растут, а запасенные дрова наоборот тают. И уже для поддержания прожорливого костра приходится совершать набеги на соседние рыбацкие стоянки, чтобы поживиться тем, что не дожгли. Как раз в таких случаях ракетная печь станет отличным подспорьем и совсем не лишним дополнением. Некоторое время назад я сделал эту ракетную печь специально для видео на своем канале. Видео получилось очень подробным и было оценено в большей степени специалистами, не дойдя до широких масс. А штука получилась, мне кажется, неплохая. Всего несколько вещей, включая эту печь, я сделал специально для ютуба. Кстати, этот переделанный из лопнувшего советского топор тоже специально для канала. Все остальное, дом, бани, прицеп, лодки и другое уже не ради баловства, а для серьезных целей. Ахсакалы быстро осознали все плюсы ракетной печи. И убеждать, что готовить на ней значительно удобнее, чем на классическом костре, их не пришлось. Конструкция такой печи очень сложна, требует глубоких познаний физики и как минимум средних в принципе реактивной тяги. Шучу. Если бы было все так, то чайник и котелок с кашей и тушенкой улетели бы на другой берег. А свое название ракетная печь получила исключительно из-за звука пригорения, напоминающего звук реактивной струи. Причем в режиме неправильной эксплуатации, когда чрезмерно сильно большая подача воздуха. В нормальном должна чуть слышно шептать. Как мы можем наблюдать, в интернете представлена куча вариантов ракетных печей. И красивых, и очень красивых, и совсем обычных. Но объединяет их одно. Все очень просто. Есть труба, квадратная, прямоугольная или круглая, без разницы. С приделанной к ней снизу камерой сгорания, желательно наклонной. Тогда по мере сгорания щепки в зону горения проваливаются сами. Труба прогревается, возникает сильная тяга, с потоком воздуха поступает много кислорода, дрова яростно пылают, плюс в трубе происходит дожиг продуктов пиролизной реакции, в результате высокий КПД, дров уходит минимум, тепла получается максимум. Касательно именно моей печи. Использовал то, что было под рукой. А был П-образный профиль, 6 на 15 сантиметров, толщиной 4 миллиметра, из которого на тот момент уже успел сделать свой прицеп. А все изделие могу охарактеризовать двумя размерами. Топка глубиной 35 сантиметров, труба высотой 60 сантиметров. Остальное, думаю, понятно из этих кадров. На этой печке я себе устроил как бы зачет по сварочному делу. Варил и с отрывом, и без. Не судите меня строго, истинные мастера сварки. Я только учусь и на лавры сварщика с личным клеймом не претендую. Мне так, чисто для хозяйства. Несколько печей, пару прицепов и по мелочам. Субтитры сделал DimaTorzok В дверцы и поддували использовал обычные форточные петли. Заграничные мастера ракетно-печного дела вообще творят чудеса. Например, японец Такеши Уена ухитряется в круглой трубе ракетной печи получить настоящий огненный вихрь. Применяет специальным образом расположенные отверстия для добавления воздуха. Получается красота! Разварилась. Один минус. Сильно разваривается, да? Да, да. Нет, но... Держи, ты. Кокольчик. Но вкусно. Дизайн-то нормально. Ставьте большой-ка палец вверх, подписывайтесь на мой канал, жмите еще и на колокольчик, и тогда я вас точно буду информировать. Спасибо!